С главными событиями к этому часу в студии телеканала «Север» Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Современные мастерские, созданные по стандартам WorldSkills, открыли в социально-гуманитарном колледже в городе Нарьенмария. Их материально-техническое оснащение впечатляет. За счет чего можно снизить стоимость услуг по обращению с ТКО в целом и тарифа для юридических лиц и предпринимателей, обсудили депутаты с профильными специалистами. В Ненецком округе стартовала сезонная кампания по заготовке мяса оленя. Акционерное общество мясопродукты к приему сырья готово. На 30 октября в Ненецком округе выявлено 11 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 9 человек выздоровели. Таким образом, активных носителей COVID-19 на эту дату, получающих амбулаторное и стационарное лечение, 107 человек. Самоизолированных – 804. Режим повышенной готовности в Ненецком округе продлен до конца ноября. Введены новые меры ограничений. Они касаются заведений общественного питания, которые будут закрыты для посещения с 23 часов до 6 часов утра, а также работы ЗАГСа. Теперь на торжественной церемонии бракосочетания могут присутствовать только молодожены и регистратор. По-прежнему в округе действует так называемый пропускной режим. Прибывающим в Нарьенмар из других регионов, в том числе и местным жителям, необходимо предоставить либо справку об отсутствии заболевания, либо уйти на двухнедельную самоизоляцию. За свой счет. В общественных местах и на транспорте по-прежнему действует масочный режим. Маска – это очень эффективный метод. То есть, по крайней мере, мы защищаем себя от того, что если кто-то чихнет в нашем окружении, или человек, который с минимальными проявлениями УРЗ вышел на улицу, сконтактировал с нами в общественных местах, то тоже ирексозажение снижается, но будет порядка на 100%. За нарушение масочного режима предусмотрены административные штрафы. Впрочем, судя по всему, население привыкло к ношению медицинских масок в общественных местах, на транспорте и при проведении публичных мероприятий. По крайней мере, большинство. Мы можем долго говорить о эффективности или неэффективности маски, однако, как барьер, этот метод явно снижает процент инфицирования. И это не только данные нашего здравоохранения, это данные научных журналов и российских, и международных. Поэтому соблюдайте масочный режим, берегите себя и окружающих, и будьте здоровы. Александра Литкова, Леонид Шишевов, Телеканал Север. Современные мастерские, созданные по стандартам WorldSkills, открылись в социально-гуманитарном колледже. Современная материально-техническая база создана в ПЭТ-учреждении в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы. Повышение конкурентоспособности профессионального образования» национального проекта «Образование». Поздравления и подарки принимают педагоги социально-гуманитарного колледжа. Событие действительно значимое. Здесь открылись современные мастерские. В 2019 году на Ренмарский социально-гуманитарный колледж имени Волучейского выиграл федеральный грант в размере более 10 миллионов рублей на создание четырех мастерских, оснащенных современной материально-технической базой. Кроме того, на реализацию проекта были направлены средства окружного бюджета. Миллион сто тысяч рублей и собственные средства колледжа в размере 10% от суммы гранта. «И отрадно то, что молодые профессионалы будут получать подготовку именно в тех условиях, в которых в будущем им предстоит работать. То есть фактически мы сюда, в колледж, перенесли ФАП, сделали группу детского сада, то есть фактически создали те условия, в которых предстоит будущем работать. Уверен, что в этих мастерских, из этих мастерских будут выходить настоящие молодые профессионалы». «В этом конкурсе на получение грантов принимали участие очень многие-многие коллективы. А вы стали победителями. И федеральный грант получить не так просто. А вы это сделать сумели. Это, наверное, не так часто происходит. На самом деле и сумма гранта весьма серьезная, которая позволила вот здесь стоять медицинский социальный уход, там мастерская, которая действительно будет направлена на то, чтобы вы помогали конкретным людям». Основной задачей мастерских является обеспечение практической подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Russia. «Новое оборудование позволит нам стать центрами проведения демонстрационных экзаменов по компетенциям. Это будут площадки для проведения чемпионатов WorldSkills. Это будут, например, сейчас это уже площадки для такого профориентационного проекта «Билет в будущее», где со школьниками наши заведующие мастерскими отрабатывают уже какие-то профессиональные навыки». «Красная ленточка» на пути в первую мастерскую перерезана. Можно начинать знакомство. Мастерская, медицинский и социальный уход. «В наше мастерскую представлена функциональная кровать. Как один из видов оборудования, раньше не было этой функциональной кровати. И студенты это видели только когда шли на практику в больницу. А сейчас нам есть возможность подготовиться, правильно отработать навыки уже до больницы». Современное оборудование позволит отработать навыки по уходу за пациентами, в том числе пожилого и старческого возраста. Изучить основы сестринского дела в терапии, хирургии, то есть в полной степени овладеть навыками будущим медицинским сестрам и фельдшерам. «Закупили функциональную кровать. Очень удобная вещь для людей с ограниченными двигательными возможностями. Послеоперационные, старческие. Есть возможность поднятия головного в конце, так же, как и опускание». Дошкольное воспитание – еще одна мастерская. Оборудование, представленное здесь, впечатляет не то, что детей, взрослых. Чего стоит только интерактивная песочница. «И ребята что делают? Готовят боевую тактику, так скажем. Играть можно вдвоем, да, и продумать, как защитить эту базу. То есть можно изменять ландшафт, опять же, да, песочек повыше сделать, защитить. Либо вот такими движениями, да, уничтожать противника, да, либо подсыпать его». Педагоги и студенты учебного заведения уверены, работа в мастерских позволит поднять уровень квалификации местных молодых профессионалов на высоту. «Больше все-таки интересно то, что связано с техникой, потому что 21 век, внедрение технологий уже даже в дошкольные учреждения. Детей мы учим работать с компьютерами, с интерактивной песочницей, с айду-квестами. Наверное, вот песочница самая интересная, лично для меня». Кроме того, на базе учебного заведения представлены мастерские, преподавания в младших классах, физическая культура, спорт и фитнес. Во всей стране сегодня уже создано 800 современных мастерских, а до конца 2024 года будет создано 5000. Реализация проекта направлена на модернизацию профессионального образования за счет внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ во всех профессиональных образовательных организациях. Ольга Руссова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе стартовала сезонная кампания по заготовке мяса оленя. Надежда теперь только на хорошую погоду. Для проведения убоя и качественной заготовки мяса необходимо, чтобы морозы пришли не позже, чем до конца ноября. Потом олени начинают терять весе, и это приводит к неблагоприятным последствиям. В департаменте природных ресурсов, экологии и АПК состоялось первое заседание рабочей группы по контролю и координации убойной кампании. В нем приняли участие сотрудники ведомства, представители окружного собрания депутатов, управление внутренних дел и акционерного общества мясопродукты. Именно мясопродукты являются основным организатором убойной кампании и получателем мяса оленя, заготавливаемого в хозяйствах округа. В этом сезоне планируется заготовить 39 тысяч голов. Морозильные камеры акционерного общества на сегодняшний день полностью готовы к приему оленины. Убойные пункты наши в Коткино и в Нижнепеши мы в этом году подвергли, вы уже в курсе, мы подвергли серьезному капитальному ремонту. Они в хорошем сегодня техническом состоянии, нет никаких проблем. Мы готовы к проведению убойной кампании. Как в основных материалах, так и в вспомогательных материалах. Договора заключены практически уже со всеми. Сроки окончания заготовительной кампании напрямую зависят от погоды. В прошлом году ее удалось завершить лишь в феврале. Самый лучший период проведения убойной кампании не позже, чем до конца ноября месяца. Потом уже олени начинают терять весе. Обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность во время убойной кампании в этом году будут участковые. В Коткино такой сотрудник есть. В Нижнюю пешу для этих целей также командирует полицейского. В этом году убойная кампания стартовала 19 октября. Первыми к заготовке мяса приступили оленеводы СПК и Жимские оленеводы компания. На убойном пункте кооператива, который находится в районе реки Шапкино, в 100 километрах от Маринмара, СПК заготовил первые 12 тонн оленины. В ноябре планируют начать кампанию еще 12 хозяйств. Округ не снижает субсидирование на мясо. Оно как было, оно так остается. Не увеличивается, но не уменьшается. Остается, люди будут получать за свой труд определенные деньги. Напомню, в Денинском округе животноводство поддерживается федеральным и региональным бюджетом в рамках соглашений, заключенным с Минсельхозом. Средства направляют на выплаты аграриям двух видов субсидий – компенсирующий и стимулирующий. Компенсирующая субсидия предназначена для оленеводческих хозяйств, стимулирующая для предприятий молочной отрасли, которые в течение пяти последних лет не снижали объемов производства молока и принимают на себя обязательства по приросту данного показателя. Тарифы по вывозу твердых коммунальных отходов обсудили окружные парламентарии на очередном совещании. На территории Нинецкого округа переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами осуществлен в 2020 году. Выделены две зоны деятельности региональных операторов. За первую зону – городская агломерация, а также поселки Искатели и Красное. Село Тельвиска несет ответственность городское предприятие «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию». Вторую зону – территорию сельских населенных пунктов обслуживает Севережилкомсервис предприятия Заполярного района. На этапе прогнозирования размеров тарифа в 2019 году были выявлены основные проблемы с точки зрения тарифного регулирования, которые не устранены до настоящего времени. Среди проблем в первой зоне деятельности – отсутствие газоснабжения на объекте обезвреживания ТКО. При установлении тарифов расходы на приобретаемые энергетические ресурсы комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию скорректированы с уменьшением на 25 миллионов рублей. Исключены нецелесообразные расходы на дизельное топливо и включены расходы на природный газ, так как у предприятия существует возможность осуществить присоединение к газовым сетям. Данное решение на 30% сократило необходимую валовую выручку и тарифы регионального оператора, обеспечив доступность услуги по обращению с ТКО. В Нинске автомобиле в прошлом году это было 2,4% средний, по этому году также 2,4% – это самый низкий индекс по субъектам в 2020 году. На 2021 год индексы правительствами еще не утверждены, но есть, скажем так, письма ФАСа, которыми они согласовывают параметры, заинтересованные ведомствами. По нам на следующий год стоит 3,8 изменения. У соседей, у Архангельска 3,7, в комиках у нас 3,8. Вторая зона деятельности – территория Заполярного района с дорогостоящей логистикой. Определяющая статья затрат регионального оператора второй зоны – это транспортировка ТКО – 87% в сумме необходимой валовой выручки. Для снижения стоимости услуг по обращению с ТКО во второй зоне необходимо увеличение срока накопления ТКО на площадках с 11 до 36 месяцев. В соответствии с существующей территориальной схемой обращения с ТКО региональный оператор вынужден вывозить отходы исключительно в город Нарьинмар. Осутствие заключенного межсубъектного соглашения с Архангельской областью и Республикой Коми на размещение ТКО препятствует транспортировке ТКО из населенных пунктов полуострова Канин, Малоземельской тундры, Запада и островов Ненецкого автономного округа на ближайшие объекты размещения ТКО на территории соседних субъектов. Для населения повысить тариф выше предельника не можем и вся та экономическая ситуация с ростом топлива и изменением потребления, влияющий на тариф, она ложится на экономически обоснованный тариф и приводит к дополнительному субсидированию либо росту платежей юридических лиц. По мнению Сергея Андреянова, снизить стоимость услуг по обращению с ТКО в целом и тарифа для юридических лиц и предпринимателей можно путем частичного замещения субсидий юрлицам в целях возмещения недополученных доходов на субсидии на транспортировку ТКО водным транспортом. Первый участок дороги на Ринмар-Усинск готов к укладке дорожной одежды и щебня. Активная фаза работ начнется после наступления холодов. Как сообщили в департаменте строительства ЖКХ энергетики транспорта Ненинского округа, устройство дорожного полотна и щебня начнется после наступления холодов. Идет подготовка земляного основания для укладки дорожной одежды на трех этапах первого участка. Их общая протяженность составляет более 23 километров. Подрядчик уже завез грунт. В настоящее время идет поставка инертных материалов с помежуточного склада. Рабочие укрепляют откосы дороги биоматами и монтируют водопроводные трубы. Дорожные работы ведутся на трех этапах первого участка. Их выполняет подрядчик из Санкт-Петербурга компания «Техносфера». Протяженность первого и второго этапа дороги составляет более 11 километров. Контрактные сроки завершения строительства – 30 октября 2021 года. Однако второй этап подрядчик намерен сдать с опережением до конца 2020 года. Протяженность третьего этапа первого участка дороги составляет 12 километров. Работы на нем начались в феврале текущего года. Подрядчик возводит земляное полотно с использованием местных материалов. Завершение строительства согласно условиям контракта не позднее 20 октября 2023 года. Строительство трассы реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». 68-ю годовщину со дня образования отметили подразделения вне ведомственной охраны Росгвардии. Группы задержания ежедневно заступают на круглосуточные дежурства, чтобы обеспечить правопорядок на улицах Нарьинмара. Поэтому многие сотрудники встречают свой профессиональный праздник на боевом посту. Тему продолжит Александра Литкова. Накануне профессионального праздника сотрудники ведомства предотвратили пожар в Нарьинмаре. Инцидент произошел во втором часу ночи в одном из многоквартирных домов на улице Ленина. Старшие сержанты полиции Вадим Нивин и Ильнар Шагаев предупредили жильцов об опасности и выявили очаг задымления. Забытая на плите кастрюля вполне могла стать причиной трагедии. Поступил сигнал о том, что в доме по улице Ленина произошло возгорание. По прибытию на адрес мы обнаружили, из подъезда валил дым. Мы стали стучаться в окна и в двери. Никто не открывал. Далее прибыли сотрудники МЧС. Дверь открыла хозяйка. Женщина пояснила о том, что она оставила ужин на плите и уснула. Я себя героем не считаю, я просто стараюсь выполнять качественную работу. Свободное от службы время Вадим Нивин посвящает любимому хобби – страйкболу. Командная военно-тактическая игра помогает успешно сдавать зачеты по огневой подготовке и повышать уровень профессионального мастерства. Занимаюсь страйкболом около двух лет. Страйкбол помогает мне в неформальной обстановке встретиться с другими сотрудниками правоохранительных органов. От своевременного прибытия группы задержания на место происшествия зависит жизни людей. Поэтому особое внимание в Росгвардии уделяют исправности служебного транспорта и соблюдению правил дорожного движения. Скорость патрулирования, Виктор Андреевич, какая у нас? 40 километров. Так точно. Ну, все лучше сразу. Можно и помедленнее. Остановить автомобиль, заглушить, положить оперативным дежурным. Время несения службы соблюдает законность при общении с гражданами, вести себя вежливо, тактично. Вольно по маршрутам шагом марша. Автомобильные патрули вне ведомственной охраны войск Национальной гвардии круглосуточно обеспечивают безопасность важных государственных объектов, охраняют общественный порядок, имущество граждан и организаций. Всех сотрудников, работников и ветеранов вне ясной охраны поздравляю с их специальным праздником 68-й годовщины и со дня образования службы вне ясной охраны. Желаю счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия. На одном из важных коммунальных объектов города КНС-1 завершают капитальный ремонт. На этом участке три года назад произошла серьезная нештатная ситуация, а именно на глубине 7-8 метров разрушился самотечный коллектор, после чего пошел песок в канализационную насосную станцию. Для ведения в эксплуатацию насосной станции необходимо было провести работы по обустройству шпунтованной стенки, погрузить металлические 11-метровые листы в землю и внутри этого ограждения выкопать котлован, затем установить новый колодец и заменить лопнувшую трубу. ПОК-ТС заключила контракт с компанией из Новосибирской области «Вершина» на выполнение восстановительных работ на этом объекте. Подрядная организация доставила в Нарьенмар специализированную технику. Как пояснили в ПОК-ТС, сложность этого участка заключается в том, что труба расположена очень глубоко, на 6 метрах от уровня земли, а грунтовые воды выступают уже на 4 метрах. Работы должны были завершиться к 1 сентября, но из-за ограничительных мер по коронавирусу подрядчик приступил к работам с опозданием. Компании начисляются пени. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.